Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казанцева. Апостол Павел своим наставлением «Непрестанно молитесь» обращался ко всем вообще христианам всех времен и произнес его, когда монастырей еще не существовало. «Непрестанная, то есть умная молитва была и должна быть деланием людей всех возрастов, от мала до велика, мирских и монашествующих. Если ум не пребывает в молитве, то он будет пребывать в чем-нибудь ином, в большей или меньшей степени наносящем духовный вред. Умная молитва, или Иисусова молитва, одинаково важна как для монашествующих, так и для мирян. Этому учил в своих духовных чад архимандрит Ефрем Мараитис, подвижник, пастырь и миссионер, трудами которого была возрождена монашеская жизнь в ряде афонских монастырей, а также основано несколько обителей в Америке и Канаде. Сборник бесед старца о молитве и трезвении мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Эта книга под названием «Старец Ефрема Резонский. Беседы и письма. Том 1. О молитве и трезвении» вышла в свет в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В книге содержатся беседы, данные преснопамятным старцем Ефремом на святой горе Афон в монастыре Филофей, где он был игуменом. Беседы затрагивают основные аспекты монашеской жизни — послушание, смирение, любовь, молитву, борьбу со страстями и память смертную. Делание Иисусовой молитвы старец считал основным условием стяжания бесстрастия и соединения со Христом в этой жизни и вечности. Для наглядности старец часто приводил примеры из собственной жизни и жизни преподобного Иосифа Исихаста, своего старца, под руководством которого он подвязался первые 12 лет на Афоне. В предисловии книги настоятель монастыря святого Антония Великого в Аризоне архимандрит Паисий отмечает, что святой Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, часто наставлял свою паству в Иисусовой молитве, из-за чего ему противостал монах Иов, не соглашаясь с настойчивостью святого в преподавании учения об умной молитве жителям Салоник. Иов утверждал, что у мирянам невозможно иметь умную молитву, невозможно молиться непрестанно, потому что они обременены множеством обязанностей и часто отвлекаются в своей повседневной жизни по всевозможным поводам. И что это делание относилось исключительно к монашествующим. Святой Григорий не перечил ему, так как вообще не любил вступать в споры. Однако в ту же ночь ангел явился Иову и сказал, чтобы тот слушал сказанное Григорием, ибо это было истинно и согласно с волей Божией. И старец Ефрем советовал всем без исключения, монашествующим и мирянам произносить Иисусову молитву постоянно. Как отмечает отец Паисий, старец был знаком со множеством семейных людей, которые, несмотря на заботы о воспитании детей, несмотря на все свои обязанности и дела, были способны достичь непрестанной молитвы и в некоторой степени даже созерцания. Всех, кто встречался ему на жизненном пути, он побуждал постоянно повторять вслух Иисусову молитву, чтобы их ум со временем стал чистым от помыслов и фантазий. Чистота ума является душевным состоянием, которого нетрудно достичь при условии должного руководства и послушания. Но за очищением ума человек продвигается на следующую, более сложную для достижения степень очищения сердца. Конечная же цель всему этому — достижение христоподражательной любви, духовного состояния, которое делает человека единым со Христом и в котором старец жил постоянно. 70 лет подвязался отец Ефрем в великосхемническом чине. 50 лет из них был игуменом монашеских братств. Прожив долгую и плодотворную подвижническую жизнь, он оставил богатое наследие в виде духовных бесед, которые проводил на Афоне, а затем в Северной Америке, куда перенес афонскую и сихасскую традицию. Также сохранилась обширная переписка великого старца с его духовными чадами по разным вопросам духовной жизни. Чтобы это сокровище духовной мудрости не осталось под спудом, монастырь преподобного Антония Великого в Аризоне и начал издание сочинений старцев, в том числе и на русском языке. Особенностью первого тома является то, что в нем подобраны беседы об Иисусовой молитве, которую старец Ефрем провел в монастыре Филофей, будучи игуменом этой обители. В них излагается практическое учение о молитве, принятое им от своего духоносного старца Иосифа, в общине которого Иисусова молитва была главным деланием. В беседах отец Ефрем делится своим богатым опытом ведения духовной брани на пути достижения чистоты сердца и непрестанной умно-сердечной молитвы. Старец предупреждает, чтобы преуспеть в молитве, нужен опытный наставник, знающий искусство молитвенного делания. Обучение молитве происходит в три этапа, первым из которых является устная молитва. Прибывая в полном послушании старцу и непрестанно совершая устную молитву, отгоняя помыслы и борясь с рассеянием ума, послушник очищает ум и закладывает фундамент для умной молитвы. После этого начинается второй этап, когда ум молящегося опускается в сердце и с помощью Божия ведет там трудную борьбу со страстями за чистоту сердца. Следует смена духовных состояний подвижника до тех пор, пока он не получит от Бога дар непрестанной умно-сердечной молитвы. И это уже третья и высшая ступень, на которой молящийся достигает божественной любви и сподобляется духовных созерцаний, бесстрастия и видения божественного света. Согласно этим трём этапам и выстроены беседы старца в этом томе. В беседах старец Ефрем неоднократно напоминает братья своего монастыря некоторые простые, но важные истины. Например, о необходимости для успеха в молитве избегать празднословия, пребывать в покаянии и плаче о грехах, помнить о часе смертном, понуждать себя устно произносить молитву с момента пробуждения и так далее. «Воля Божия», — говорил старец, — «чтобы мы молились постоянно». Через Иисусову молитву, по словам отца Ефрема, человек по благодати достигает обожжения, становится ангелом на земле. Как ангелы непрестанно воспевают имя Божие, так и монах или христианин, живущий в миру, с сильным желанием, поминающий имя Христово, удостаивается ангельской благодати. Впоследствии он уцеломудривается, становится чистым душою и телом. Во время молитвы и от действия молитвы его сердце, подобно Херувиму, в молчании воспевает Бога. Издатели книги выражают надежду, что беседы блаженного старца Ефрема станут полезным руководством прежде всего для монашествующих, для которых Иисусова молитва должна быть главным духовным оружием. Будут они полезны и мирянам. Беседы будут полезны и для всех, кто хочет Всесвятое и Всемогущее имя Христово сделать своим достоянием. Для всех, кто желает, как драгоценную жемчужину, найти Христа в своем сердце и уже не расставаться с Ним вовеки. Преподобный старец Иосиф наставляет нас. Держите молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Эта молитва вас спасет, имя Христово вас просветит, вам поможет, восполнит все, чего вам не достает, вас возрастит, станет для вас всем. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами на этом прощаюсь и желаю интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok